В Тверскую детскую областную больницу поступило новое оборудование. Его установят в отделении анестезиологии и реанимации. Подробности расскажет наш корреспондент. Технический арсенал детской областной клинической больницы пополнился новым аппаратом ИВЛ. Дорогостоящее оборудование было приобретено благотворительным фондом для работников в сфере здравоохранения «Герои». 5 сентября представители организации передали документацию на технику администрации больницы. Аппарат приобретен для реанимационного отделения номер 2, где получают лечение дети с тяжелыми заболеваниями после операций и травм. Это высокочастотный аппарат ИВЛ для детей старшего возраста. Нужно сказать, что он будет, конечно же, востребован. У нас был аппарат, но сейчас он уже морально устарел. И вот то, что у нас есть такое новое оборудование достойное. Подобная техника широко применяется в реанимационной практике. Рассказывает заведующий отделением анестезии и реанимации. Такую тяжелую артиллерию, как высокочастотный ИВЛ, применяют в тех случаях, когда обычные не справляются. Поражение легочной ткани вследствие воспалительных процессов, какого-то острого состояния, синдром с давлением грудной клетки, отек легких. В основном это острый респираторный синдром, вырожденной пневмонии или внебольничной пневмонии с тяжелым поражением легочной ткани. То или иной этиологии. А также при отравлении тактичными веществами и в послеоперационный период. При применении этого аппарата лучшее внутриклеточное распределение газов и меньшее внутрилегочное шунтирование крови. Для детской областной больницы это крупное и жизненно необходимое приобретение. Очень довольны, что в Тверской области появился такой высокотехнологичный аппарат. Он спасет действительно многие жизни наших детей. Практически единственное место, где тяжелые дети получают такую адекватную помощь. Дорогостоящий аппарат был приобретен благотворительным фондом. И такое сотрудничество с ним впервые. Надеемся, что сотрудничество с фондом будет и в дальнейшем. Поэтому ни одна жизнь будет детей спасена. В ближайшие дни аппарат введут в эксплуатацию. Он будет стоять на страже здоровья маленьких пациентов. Работать с такой техникой персонал реанимационного отделения умеет. А потому с оказанием такой помощи помех не будет.